Привет всем! Это Сабрина из Russian Hepstead Family и добро пожаловать на канале! Сегодня мы снова на кухне и мы приготовим вкусняшки для наших мужчин. В первую очередь банановый кексы. Для этого нужно естественно бананы. Вот когда насчет бананы, если ты хочешь с ними приготовить, ну что-то сладкое, тогда чем спелые, тем лучше. Вот у меня здесь три большие бананы очень спелые. Мне очень нравится, когда бананы очень спелые, особенно если ты хочешь приготовить кексы или какой-то сладкий хлеб, потому что это делает выпечки такие вкусные и сладкие. Вот мы просто давим немного, за этого работает вилка или вообще-то, это был как называется, но инструмент, который ты используешь, чтобы сделать котов и пурей. Но вилка тоже хорошо работает. Здесь тоже подойдет отлично замороженные бананы. Почти, ну даже лучше, может быть. Но у меня были свежие, ну то есть свежие, спелые, но не замороженные бананы, так что я их использовала. А если вы все думаете, что здесь на руке, я просто обожглась недавно, ну чуть-чуть, и сейчас выглядит, как будто у меня есть какая-то страшная история. Сейчас готово. Сейчас подобавим яйцо. Бывает, что у вас есть привычка, от которой ты просто не можешь отказаться. А у меня такая есть. Эта привычка всегда разбить яйцо, сначала в стекан, а потом добавить в миску. 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 Это потому, что на ферме у нас было и свое яйцо, и хотя мы всегда старались организовать наше яйцо, чтобы мы знали, какие свежие, какие менее свежие. Я никогда не хотела рискнуть моей выпечки, и всегда, чтобы застраговиться, застраговаться. Я всегда разбиваю яйцо сначала в стакан, потом в миску. Чтобы вдруг что-то будет не так с яйцом, я потеряю только одно яйцо, а не целый смесь. Сейчас нужно масло. В прошлых роликах я говорила о том, что нам скоро нужно уехать из этого дома, и мы, возможно, будем без дома какое-то время. И все думают, когда я сказала, что мы переедем, все думают, что мы переезжаем с Алтая куда-то еще. И что, ну, зачем нам переедет, что нам не нравилось. Нет, нет, ничего не изменилось. Мы все еще строим нашу ферму, все еще строим наш дом. Просто пока мы строим, мы снимаем дом, потому что нужно где-то жить. И вот этот дом хозяин решил, что он вернется, и нам нужно уехать. И вот так, что мы никуда не переезжаем. Вы пересывайте. Вот, сейчас мед добавим. Как вы, возможно, видели в роликах брата, погода сейчас, ну, довольно паршивая, если хочешь строить. Град везде. Это, конечно, чудеса весны, но если хочешь строить, это неудобно. И, но наши мужчины, они герои, они продолжают строить, даже когда холодно, даже когда идет дождь, когда ветрино. И мало чем я могу им помочь именно сейчас. Но мы стираемся их подбодрить. И один способ для этого, это сделать им вкусные десерты, выпечки, обеды, чтобы было им чуть-чуть легче. Вот, поэтому мы сегодня готовы. Умни везде, сейчас мед лит, 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 лит. Сейчас вернусь. Сейчас молоко добавим. И да, классный, классный лайфхак, если ты будешь использовать масло и что-то, что-то липкое, как мед, в рецепте, можно сначала добавить масло, ну, на масло, а потом уже использовать эту чашку на мед. А потом мед просто, плюп, не липнет, если, короче. Перемешать. Вот все наши мокрые ингредиенты, ну, я не знаю, как это называется на русском, но на английском мы говорим, что это мокрый смес. Он готовый, и сейчас нужно перейти на сухие ингредиенты. Для этого есть отдельная миска. Сегодня, ну, как всегда, почти всегда, мы используем собственную муку, которую мы сами делаем. А у нас мелницы есть. Вот такая мука, такая вкусная, и мне очень нравится, что здесь вкус почти, ну, ореховый, даже не знаю, как объяснить. Но очень-очень полезно, очень вкусно. И если все ингредиенты такие полезные и вкусные, особенно полезные, но мне нравится, что эти кексы, они почти достаточно полезны, чтобы есть их на запах. Почему бы нет? Молоко, банан, это вот фрукты, мука, мед, все это полезно. Вот, это соль. Последние ингредиенты у нас есть. Корица, очень вкусно, сода, вот, и раз-реклитл тесто. Я думаю, я 6 месяцев не могла сказать это слово. Аж соль-реклитль. Не знаю, почему это сложно, но мне было сложно. Если хочешь достовериться, что комом нет в соде, я просто использую руку и вдавливаю все комом. Вообще-то, эта сода очень хорошая. Почти нет комов. и корица. Ну, нет, можно больше. Я очень люблю корицу. Перемешаем все. И момент истинный. Добавляем мокрый смесь с кой. Мне сказали когда-то, что секрет хорошей кексы это не перемешивать слишком много, перевозить с смешанной. Смесь котов. Сегодня я решила сделать эти, ну, как-то мини-кексы. У меня в форме для обычных кексов. тоже. Но лично мне очень нравится эти маленькие мини-кексы. Именно потому, что можно кажется, как будто ты можешь есть больше. Потому что вместо того, чтобы есть один или два кексов, зависит от того, кто ты, ты можешь есть два, три и больше. И я знаю, что количество сам выпечков не меняется, но это все в голове. Вот выпечки готовы к духовке. Идти к духовке. В духовку. Сейчас будем сделать шоколадные печенья. Они мои любимые печенья. Вообще. Я их сделала уже более 10 лет. Сначала нужно сливочное масло. Сливочное масло с воздуха. Вот я нарезала масло. Лучше всего, если оно будет мягкое. И сейчас добавляем ванилы. Настолько ванил. Я не знаю, как это правильно сказать. это как ванил, но это жидкая вариант. Я делаю сам, поэтому это не водка. Ну, вообще-то это водка. Но это водка с ванилом. И из этого делает настойку, чтобы добавить аромат ванил ванилом. Ванилом. И да, я очень много делала. Но она не портится, так что ничего страшного. Сейчас добавляем сахар. У меня сегодня тростиковый, но я уже его молнила, чтобы он как стала пудра. Все. И нужно обмечать масло и сахар. Это можно сделать в миксерке, но и я это часто делаю. Но я решила сегодня сделать это руками, потому что у всех есть миксер. Это очень весело. Вот, почти готово. Сейчас мука снова наша. Вообще-то я нашла этот рецепт в магазине где-то, ну, в журнале где-то, 10 лет назад или больше уже. И я меняла этот рецепт настолько, что почти не нужна война. Мука изменила, сахар изменила, и там раньше были шоколадные кусочки шоколада. И я, ну, вообще-то они очень вкусные, если добавить эти кусочки шоколада, но я всегда готовлю без них, и по-моему, ничуть не хуже. И сейчас какао, я думаю, здесь какао самый главный ингредиент, потому что здесь больше какао, обычное шоколадное печенье. И это дает такую текстуру, такую текстуру, которая, ну, так вкусно на ощупь. смешная, смешной факт с этим рецептом, его приготовят моя мама, моя сестра, мои друзья, родственники, и каждый раз, когда новый человек пробует приготовить, попробует приготовить этот рецепт, всегда получается хорошо, получается вкусно, но каждый раз по-разному. То есть у каждого человека получается по-другому. И я не знаю почему. Даже если ингредиенты одни и те же, это просто получается по-разному. Но каждый раз вкусно. и немного соль и сода. Сол очень-очень важен в выпечках, потому что он усиляет вкус других ингредиентов. Так что даже если рецепт не соленый, очень важно немного соли. и снова рукам. Это все можно сделать ложкой или миксером, но сегодня будем рукам. Все готово. Хорошо, сделаем маленькие шарики шарики. Вот такие. Много-много. Это печенье, они вкусные, не важно как вы их едите. Но по-моему, они лучше всего, когда едите их с молоком. Свежим молоком, холодным, свежим молоком. Очень очень хорошее сочетание. И сейчас будем сделать из них печенье. Это можно сделать вилкой или даже пальцами, как хочешь. И готовы отправиться в духовку. наши маленькие банановые кексы. Такие милые. И наши шоколадные печенья. Сейчас нужно покормить наших бездомных. Наших героев. Музыка. Естественно, если наши машины сегодня работали на участке, мы не привезли бы им этой выпечки вот так. Но сегодня из-за того, что как я уже сказала, погода не особо подходит, чтобы там работать и в грязи везде проходить невозможно проехать туда. Так что они работают здесь по дому во дворе. Как можете делать то, что могут. Пока ждем. Поэтому сегодня на тарелке. Пошли! кофе при тарелке на да вот ребята это все на сегодня идею что вам было интересно если да нам было вкусно спасибо если да пожалуйста ставьте лайк и напишите в комментарии вниз до следующего раза ребята пока пока на русском просто не работает и и и